я приехал приехал когда мы возвращались реки холм уже не был зелен да и весь городок можно было назвать скорее не белогорском а темногорском дорога показалась мне гораздо длиннее и круче чем утром я подумал что летние дни очень долгие и раз уже успело стемнеть значит совсем поздно вдобавок ко всему у меня что-то перекатывалось животе и неприятно посасывала под ложечкой за целый день я съел всего два немытых горьких огурца и кусок черствого черного хлеба все это хранилось ушах у саши зеленом шалаши один раз саша сбегал в город и принес оттуда миску горячего супа но отдал ее шпицу бергену а нам с липучкой он не дал супа потому что мы по его словам должны были тренировать свои желудки и закаляться как будущие моряки ну да закаляться ныл я завистью поглядывая на шпица бергена который шумно лакал из миски дымный пахучий суп если бы далеко поплыли тогда другое дело а то здесь поблизости будем крутиться зачем же нам закалка то скажи сам небось наелся в свое удовольствие когда шпицу то за едой бегал так я со злости думал о саше поднимаясь на холм и от голода чувствуя слабость ногах чтобы сказала мама если бы узнала про сегодняшний день ведь она сколько раз повторяла ты должен поправиться ты должен поправиться и ешь в одни и те же часы это самое важное слушая мамины слова я только усмехался а вот сейчас я почувствовал что есть вовремя это может быть и не самое важное дело но во всяком случае очень существенное вспомнив о маме я с ужасом вспомнил и о том что до сих пор не послал телеграмму а ведь мама перед отъездом говорила прежде всего дай телеграмму прежде всего а то мы все здесь с ума сойдем помни что у бабушки больное сердце наверное все уже давно сошли с ума подумал я и помчался на почту белогорске все было очень близко и почта тоже была совсем рядом с дедушкиным домом полукруглые окошки на почте были уже закрыты фанерным дощечками и только одно светилось там принимали телеграммы возле окошка с бланками в руках стояло несколько человек я еще ни разу в жизни не посылал телеграмм но знал что настоящая телеграмма должна быть очень короткой это хорошо подумал я меньше ошибок насажаю там к этому же у меня болел средний палец от пилы на нем выскочил беленький точно резиновый пузырь текст телеграммы я придумал сразу приехал поправляюсь шура как будто коротко и ясно но оказалось что не так ясно два вопроса сразу стали мучить меня приехал или приехал поправляюсь или поправляюсь я старался изменить телеграмму чтобы в ней не было ни одной безударной гласной но у меня ничего не выходило боясь что нибудь телеграфистка как андрей никитич не заметила не влепила мне двойку я прибегнул к своему старому испытанному способу написал сомнительные буквы так чтобы не было понятно е это или и а или о последнюю минуту я вдруг вспомнил что ведь мама никогда не называла меня шурой зачеркнул шура и написал саша и как это меня за один день так приучили к новому имени у окошка остались только двое передо мной стоял человек в белой соломенной шляпе спина его и без того немного сутула совсем сгорбилась наклонясь к окошку за стеклянной перегородкой сидела стала старая телеграфистка со сморщенным лицом на кончике ее носа умещали сразу двое очков но глядела она поверх облезлой коричневой оправы я не мог понять зачем же она так отягощает свой нос каждую телеграмму телеграфистка негромко прочитывала вслух и делала это с таким сердитым видом будто написавший телеграмму лично перед ней в чем-то провинился но увидев человека в соломенной шляпе она приподнялась просунула сквозь окошко руку испачканную лиловыми чернилами и поздоровалась поздоровалась наташа наша ляленька совсем забыла про ангины а сказала она не знаю уж как вас благодарить а вот примите телеграмму и отправьте поскорее это вообразите очень важно ответил человек соломенной шляпе голос у него был хрипловатый но очень добрый и участливый таким вот голосом врачи спрашивают как ваше самочувствие на что жалуетесь телеграфистка осторожно одними пальцами точно драгоценность какую-нибудь взяла бланк и стала шептать ордынка москва моя улица чуть было не крикнул я и мне вдруг показалось что я уехал из москвы давным давно хотя на самом деле это было только позавчера телеграфистка долго не могла разобрать номер дома но не спрашивала боясь лишний раз побеспокоить человека в соломенной шляпе наконец она зашептала дальше дом 16 квартира 7 я замер почему не приехал саша шептала телеграфистка волнуюсь папа я как говорится потерял дар речи папа здесь мой папа но тут же я понял что это не мой папа а папа моей мамы стало быть мой дедушка телеграфистка уже начала подчеркивать слова телеграме но я остановил ее постойте постойте я приехал приехал честное слово приехал я увидел как дрогнула соломенная шляпа человек обернулся и я отступив на шаг тихо сказал дедушка он и правда был похож на антона палыча чехова русая кручавая бородка такие же усы пенсне на цепочке только выглядел он гораздо старше антона палыча потому что чехов к сожалению не дожил до его лет сквозь пенсне смотрели добрые и чуть-чуть лукавые глаза я видел дедушку очень давно когда школу еще не ходил дома у нас висела его фотография но там он был совсем молодой моложе чем сейчас мой папа дедушка гладил меня по голове и разглядывал как бы желая удостовериться я это или не я саша приехала слава богу слава богу а то уж тут совсем голову потеряли все девушка подошел к окну высунулся на улицу и негромко позвал клавдия архиповна он здесь приехал вообразите сразу шумом распахнулась дверь и вошла в особо высокая худощавая женщина фартуки я узнал сашину бабушку она с грозным видом оглядела меня и точь-в-точь как саша сегодня утром спросила приехал потом выждала немного и своим грубоватым мужским голосом задала новый вопрос заявился значит пожаловал а где же целый день ты околачивался мы тетя клава на реке были стала робко оправдываться я и тут лицо клавдии архиповны преобразилась глаза ее подобрели и стали такими теплыми словно она вспомнила что-то далекое и очень приятно как как ты сказал тетя кланя да ведь это его маришка научила маришка значит не забыла меня она одна меня только так и величала на всем белом свете она одна а больше никто я понял что маришкой она называла мою маму клавдия архиповна стала разглядывать меня уже не с таким грозным видом а маришка то его годы покрепче было покрепче да покрепче ишь бледный какой ровно уксус глотает и взгляд пугливый маришка то наша посмелее было телеграфистка долго должно быть ко всему привыкла сколько чужих радости и печали проходила каждый день через окошко и все-таки она пристала облокотилась на столик и тоже с интересом разглядывала меня маринин сынок недоверчиво спросила на такой большой эх и летят же годы помню как она сама до окошка моего не дотягивалась телеграфистка тяжело опустилась на стул стащила с носа двое очков и мечтательно запрокинула голову молодость свою вспоминала тетя кланя была права должно быть у меня и вправду был испуганный взгляд разве приятно когда тебя с ног до головы как экспонат какой-нибудь разглядывают дедушка послал маме телеграмму о моем благополучном приезде и мы отправились домой уже у самого дома тетя кланя сказала а сашки то моему я сегодня на щелкаю по затылку это все его проделки пощадите его клавдия хиповна заступился дедушка я уже совсем успокоился вообразите нет не уговаривайте меня петр алексеевич не успокаивайте сказала тетя кланя таким мирным тоном что я понял она сама успокоилась и саша ничего не грозит у дедушки в комнате на самом видном месте в рамке под стеклом висела похвальная грамота которую моя мама получила в десятом классе я еще много грамот храню сказал дедушка все то не вывесишь марина вообрази в каждом классе награды получала только в пятом не получила и кажется еще в седьмом потому что болела а я конечно был очень рад за свою маму был очень доволен что она всегда так хорошо училась но настроение у меня все же испортилось я сразу решил что буду писать диктанты без всякой дедушкиной помощи и вообще ни слова не скажу ему о своей двойке ни слова дедушка задавал мне много разных вопросов а я подробно рассказывал ему про здоровье мамы папы и папиной мамы то есть моей бабушки а потом я поскорее лег в постель пока дедушка не добрался до моего до моего собственного здоровья и до моих отметок но заснул я не скоро я думал о своих занятиях и еще я завидовал саша у него есть тайна какое-то очень важно таинственное дело а вот у меня кроме переэкзаменовки никаких таинственных дел не было потом я с грустью подумал о том что за весь день не сделал ни одного упражнения не написал ни одной строчки диктанта и не выучил ни единого правила я быстро произвел в голове кое-какие перерасчеты и пришел к выводу что теперь мне нужно будет заниматься не три часа в день как я думал утром а три часа и десять так сказать минут